Если вы видите красивую женщину после 40 лет, будьте уверены, она ебэше на эту тему. Про пластику тогда скажи. Я была идеальной мамой, пока у меня не было детей. Я была за естественное старение, пока я была молодой. Если женщина одевается в ту одежду, которую она носила 10 лет назад, она сразу на 10 лет старше. Для меня это очень связано тело и самореализация. Я покупаю силу воли себе. Запишите, пожалуйста, и попробуйте так пожить. Я считаю, что каждая мать обязана быть меркантильной и перестать себя запихивать в какую-то правильность, идеальность. И мне с этим норм. Я не испытываю чувство вины. Люди пытаются найти ответ, как правильно, но его нет. И услышать вот этот вот зов изнутри сложно, но оно стоит того. Без иллюзий это было сложно. Всем привет, наши дорогие зрители и зрительницы ютуб-журнала «Женщины». Спасибо огромное, что смотрите. Замечательный сегодня день. Помимо того, что солнечный и радостный, наполненный какой-то такой приятной энергией. Сегодня с командой это с утра обсуждали. Это день появления нового эксперта в нашей студии. Ну как нового? Екатерина Филипенко, героиня проекта «Не принято обсуждать». Огромное количество откликов мы получили. Спасибо за теплый прием. Естественно, полярные мнения тоже были. Это абсолютно нормально. Если вы вдруг с Катей не знакомы, можете пойти на канал «Не принято обсуждать», посмотреть большой портретный выпуск. Просто грандиозный. Я для себя извлекла множество уроков. Я не скажу, что это со мной бывает нечасто. Из каждого интервью я что-то забираю, но там было много того, что я пришла и вечером записала в свой дневник. Очень глубокие, важные тезисы. Ссылку на это интервью оставим. Ну а в студии канала «Женщины» Катя уже выступает как эксперт. Дорогая, привет! Привет, Оля! Привет, дорогие зрители! Спасибо, что продолжаем. У тебя шикарный мейк, как всегда. Такой креативный, яркий. Вообще, мне, конечно, нравится твой подход. Это тот редкий случай, когда я менее яркая, чем мои гости. И такое тоже бывает. Мне нравится эта роль. Визажистка сказала, что очень редко с ней случаются такие мейки. Конечно, конечно, очень редко. Я когда делала цветные стрелки, тоже моя визажиста очень радовалась. Она такая, боже мой, наконец-то я могу использовать все эти карандаши и подводки, которые куплены всех цветов. И хоть кому-то они нужны. Это классно. С официальных должностей начнем, потому что всегда экспертов представляем здесь по их нише. Ты топ-продюсер, наставник, экспертов. В основном ты с девчонками же работаешь, правильно? Я не закрываю эту историю для себя, но не было у меня еще на наставничестве мужчин. Ну, понятно, что условно. Женщины. Да, пожалуйста. Вы можете быть фитнес-тренером или психологом, или специалистом по грудному вскарулю, неусловно. Косметологи, нутрициологи. Продюсеры, другие продюсеры мои, мои коллеги. И ты помогаешь им делать крутые запуски. Не только запуски, зарабатывать можно по-разному. Я помогаю просто кратно расти в заработке. И я соединяю психологические всякие штучки. Однозначно подход по маркетингу, по продвижению. Вот эта вся история. То есть комплексная так вот с человеком. Безусловно, этого тоже коснемся. И не пропустите наши следующие выпуски. Мы будем про карьеру, деньги и реализацию говорить во втором нашем выпуске. И в третьем будет практика. Мы собрали заявки от девчонок-зрительниц. Это именно по теме роста чека, по теме увеличения заработка. Как этого добиться. И вот как раз там нужны будут и ментальные какие-то инструменты психологические, и практические советы, что им делать. Какое-то позиционирование подобрать. Может быть даже какие-то советы по стилю. Потому что у тебя есть еще и в анамнезе образование стилиста. И сейчас ты учишься на психолога. Все правильно понимаю? Да. Вообще всю жизнь учишься. Но я сразу хочу тебя немного реабилитировать. Потому что я знаю, как глаз дергается у наших зрителей на слово инфобизнес. Сейчас это просто такая бурно растущая сфера. Я не собираюсь сделать вид, что ее нет. Я сама в ней работаю. И регулярно мы выхватываем какой-то негатив. Хотя, повторюсь, я, например, в академической классической школе преподаю в университете. Это тоже для меня принципиально важно. И чтобы вы знали, там и там я говорю примерно про одно и то же. То есть качественные продукты на рынке инфобизнеса точно есть. Качественные эксперты точно есть. И именно таких мы в студию приглашаем. Но тема нашей сегодняшней первой беседы – женщина, семья, саморазвитие. Такая сферическая развитость во всех сферах воспитания детей. Потому что у тебя, конечно, хоть и написано в социальной сети «Королева контента» и «Мать высоких чеков». Да еще и «Мать пятерых детей». О чем мы тоже говорили в нашем портретном выпуске на «Не принято обсуждать». Хочу начать с тобой разговор про возраст. Нам еще немного лет. Совершенно мне 40, тебе 46. Рядышком находимся. Но это такая десятка, которая часто от 40 до 50 для женщин является триггерной, проблемной. И когда, даже если ты раньше не задумывался про возраст, про физическое увядание, так или иначе, общество вбрасывает эти темы. Даже если ты от них абстрагирована. Расскажи про свои взаимоотношения с возрастом. Особенно это интересно в свете того, что ты публичную карьеру и путь звезды. В конце интервью Катя на мой вопрос «О чем ты мечтаешь?» сказала «Я хочу стать звездой». Абсолютно честно. И путь звезды ты начинаешь после 40. Это, знаешь ли, тоже нетривиальный выбор. Вот давай про это поговорим. Ты возраст и звездность. Мне кажется, что это нормально на самом деле, когда женщины после 40 самореализуются, потому что детей отражали, появилось время и есть накопленный потенциал, которым можно делиться. Но женщины часто этого не делают просто потому, что они сами себя списали со счетов и считают себя старыми. Вот и все. То есть это только вот эти мультики в голове, которые у нас крутятся. А что касается возраста, честно, я не буду скрывать. Эта тема мне нелегко дается. У меня нет такого тотального принятия, любите меня такой, какая я есть. Я формирую для себя осознанно такие идеи, что на самом деле можно еще долго оставаться активной и физически, и умственно, и работать. Я люблю работать, мне хочется еще долго это делать. Но для этого нужны определенные усилия. Скажем так, в моем информационном поле есть примеры женщин. Да, та же Ирина Хакамада просто, образчик, один из людей, который прекрасно. Я сейчас смотрю, как человек двигается. Поэтому, да, я здесь работаю изо дня в день планомерно и с физической точки зрения, и над одеждой, и над красотой. То есть если вы видите красивую женщину после 40 лет, будьте уверены, она ебше на эту тему. Она что-то делает каждый день. Она что-то делает каждый день, и не каждый день, и много лет. Понятно, генетика определяет, но, конечно, за дел закладывается раньше. У меня реально, у меня страх, когда я вижу своих ровесниц, которые тяжело передвигаются, которые просто не могут пробежаться, не могут забраться на пятый этаж без задышки. И мне страшно. Я иногда приезжаю к родителям в Подмосковье. И это тот дом, в котором я жила, кому-то переехали, мне было 13 лет, и там я вижу уже пожилых людей, которые ровесники моих родителей. Ну, это норм. Но когда я вижу своих ровесников, смотрю, как они выглядят, им не страшно. Ты знаешь, мне подруга однажды рассказывала, она много лет не виделась, ну, как и мы все, со своей одноклассницей. И та была проезда в нашем городе, нужно было ее с поезда забрать. И она говорит, я приехала, и понятно, что она ее не узнает. Идет женщина с двумя детьми, с какими-то сумками, котомками. Естественно, поезд, конечно, много вещей, но не в этом дело. Она говорит, я смотрю, и я понимаю, что это могла бы быть я, это идет моя ровесница, девчонка, с которой за одной партой сидели. Мы же себя помним именно такими. У нее жутчайшее было такое депрессивное состояние. Она плакала несколько дней, потому что, увидев в другом человеке старость, какую-то обреченность, усталость, ты вдруг это соотносишь и с собой. И что, в принципе, если ты не будешь что-то делать очень активно, чтобы оставаться на месте, нужно бежать сейчас. И это было такое откровение, когда мы смотрим на других людей. Про пластику тогда скажи, про уход за собой, про косметологию. Я знаю, что ты не боишься никаких тем. Мы сразу договорились, что будем разговаривать. Да, абсолютно. У меня есть закрепи в Инстаграме про мою пластику. Можно все открыто почитать. Давайте так, немножко предыстории. Давай. Я вообще, когда беременела и рожала, я очень серьезно погружалась в тему естественного материнства. Для меня важно было без каких-то излишних медикаментозных историй, стимуляций рожать и вскармливать детей. Я не из тех, кто там все время под уколами, под препаратами и в лечении детей. Также я придерживаюсь очень такого здорового подхода, чтобы не пичкать их лекарствами, не нагружать и так далее. И у меня в свое время было очень серьезное отрицание, в принципе, пластических операций. Сейчас я для себя шучу примерно так, что я была идеальной мамой, пока у меня не было детей. Я была за естественное старение, пока я была молодой. Да, как точно и как жестко. И однозначно, вот честно, деньги помогают оставаться молодой и красивой. Потому что очень большое значение имеет одежда на самом деле. Потому что если женщина одевается в ту одежду, которую она носила 10 лет назад, она сразу на 10 лет старше. Это первое. Второе – это физнагрузка и у меня индивидуальные занятия с тренером, и это тоже деньги. Косметолог я хожу раз в неделю, и это тоже моя обязанность по отношению к себе. Насчет пластики. Идея мне пришла 2 года назад, когда такую операцию сделала моя подруга. И мне настолько понравился результат, я начала спрашивать, как это. И она говорит, что это вообще абсолютно нормально, то есть это настолько легко переносится. Тело или лицо она делала? Она делала лицо. Это то же самое, что я потом делала. Смаз-подтяжка нижней трети лица и шеи. Это именно хирургическая операция, не аппаратная, а именно когда режут. И я увидела этот результат, мне офигенско понравилось, а да, я начала для себя это рассматривать. Что я сделала? Просто подписалась в инстаграме на этого хирурга и смотрела. И 2 года я формировала для себя, то есть это не было каким-то спонтанным решением. И лицо – это то, что я вижу каждый день, и это то, с чем я работаю и в кадре в том числе. Конечно. Я, да, выхожу в прямой эфир, я снимаю сториз. Но ты чистишь зубы, и ты какое-то настроение сразу получаешь от отражения. Меня спрашивают, типа, почему они сиськи? Ты там кормящая столько времени мать, почему ты начала? Потому что, ну, сиськи мало кто видит. И даже я сама их не так часто вижу, как свое лицо. Абсолютно точно. Вот, поэтому... Возможно, я сделаю и грудь тоже. Я пока еще не решала для себя этот вопрос. И да, я решилась, я записалась. Вот спустя 2 года после того, как мне эта идея пришла, я съездила на консультацию. Был такой тоже момент. Внутри было очень страшно. Это такая тема, которая в телевидении обычно освещается очень странно. Обычно там какие-то ужасы, как звезду испортить классические хирурги. Какой-то там желтый трешачок обычно. И, естественно, это в нас оседает. И я решила съездить просто на консультацию к этому хирургу. Я с ним поговорила. И знаешь, для него это была просто работа. Это для него такая операция, которую он делает каждый день. И меня настолько это успокоило. Его рутинное отношение к этой теме. У меня была еще после этой консультации пауза полгода. Я потом написала им, записалась. И у меня прям по дням расписано в инсте, как все это было. Там с бинтами, все. Я реально показывала с той целью, чтобы люди посмотрели, как это может быть. Вот просто, чтобы увидели, как на самом деле. Я абсолютно довольна. Не было вообще ни одного момента, чтобы я пожалела. Реально, физически это легко. И потрясающий результат. Я тебе благодарна за откровенность. И девчонкам тоже не раз уже признавалась, что, например, я делала блефоры только верхние и нижние. Других у меня вмешательств нет. Но я говорю пока. Потому что я очень разделяю твою позицию, точку зрения. Что, конечно, легко говорить пока. Все равно есть природный запас. Плюс я все-таки физической активности тоже большое внимание уделяю. Хотя у меня совершенно ненормированный, ненормальный образ жизни. Очень интенсивная работа. Гигантское количество перелетов. Ну, вот, видимо, генетика пока и мои усилия поддерживает. И поэтому я говорю пока. Так вот, блефора, особенно нижние веки. Я со страшнейшими мешками под глазами жила всю жизнь. Это грыжа. Это было одно из лучших решений в моей жизни. Что касается самооценки, визуала, трансляции себя, восприятия себя. И я всем рекомендую. И потом, конечно, это зубы. Когда я решила все-таки сделать брекеты, у меня не было. Да, я тоже относила брекеты. Тоже очень благодарна себе за это решение. Хотя изначально, опять же, не потому, что я решила, что у меня кривые зубы. А мне нужно было поставить имплант. И под это надо было раздвинуть. Для этого нужно место было освободить, да. У меня это тоже было не эстетическое решение. У меня как раз был утерян зуб. Мне удалили клык. То есть, вот как раз кривизна была зубов еще в девятом классе. От этого асимметрия очень сильная появилась у зубов. И челюсть более маленькая стала. Это меняет овал лица. И вообще отсутствие одного крупного такого клыка одним из определяющих зубов является. В общем, когда я пришла на консультацию, мне сказали, что хочешь, можешь думать про свою улыбку, про цвет зубов, кривизну и так далее. Но для того, чтобы зубы не истирались так, как сейчас, и чтобы сохранить их здоровье, тех, которые есть, тебе нужно вернуть утерянный в девятом классе зуб. У меня прям очень похожая история. Мне, по-моему, где-то, когда я в УЗИ была, удалили тоже здесь зуб. И я вообще не знала, как это решать эту проблему. Ну да, раньше это было как таковой не было практически в стране. А потом решила все-таки это сделать. Я себе так благодарна. Я получила намного больше, чем хотела, если честно. Кстати говоря, поменялся овал нижней челюсти в лучшую сторону. Но самый кайф, который я испытываю, то, что я спокойно улыбаюсь широкой улыбкой. Я вообще очень веселый, позитивный человек. Я много смеюсь, но я всегда улыбалась вот так вот на всех. Вот так, только так и никак. И это дало мне просто вот тоже базово уровень счастья очень подняло. Каждый день я смотрю, улыбаюсь, я спокойно с людьми общаюсь, улыбаюсь и не к комплексу. Блин, вот кто думает, делайте. Серьезно. Девчонки, может, мы для этого этот выпуск записываем. Если думали давно про зубы, просто сделайте. Это совершенно другая жизнь. И на все на это имеет смысл самой себе заработать и не ждать, пока кто-то вас осчастливит. Абсолютно точно. Это же дорога с двусторонним движением. Мы с тобой, по-моему, затрагивали уже эти механизмы, мне кажется, когда разговаривали. То есть ты говорила про одежду. Я красиво оделась, я смотрю в зеркало, я получаю дозу счастья. Есть этот впрыск. Да, вырабатывается энергия, и она больше способна. Я начинаю там более смело проявляться, более решительной. То есть мы часто чего-то не делаем, не достигаем. Мы просто ссым, нам страшно, и все, мы не можем побороть. Вот такие вот постепенные исполнения своих мечт, и оно вырабатывает в нас энергию. Есть такое чудесное выражение, что женщине с красивыми зубами все кажется смешным. И я с этим абсолютно согласна. Да, да когда сняла брекеты, мне хотелось все время улыбаться. И это осталось. Поэтому, девочки, вот мы сейчас с Катей собрались, обсудили наше вмешательство. Если забудете все остальное, сделайте брекеты. Екатерина, конечно, просто ураган. Сильная женщина, немало в своей жизни прошла испытаний. Кстати, если вы сейчас переживаете непростой момент, но в вашей семье, допустим, не принято обращаться за помощью к психологам, вдруг это считается чем-то постыдным. Увы, и такое бывает, ибо же вы не знаете, как найти специалиста. Я рекомендую вам сервис онлайн-психотерапии PSYPSY. Возможно, именно с такого формата вам будет начать проще. Чем меня зацепил этот сервис? Выбором формы общения с психологом. Это не обязательно стандартные разговоры по часу, глядя глаза в глаза. Не всем это комфортно. Вы можете выбрать формат, который удобен именно вам. Переписка, аудиозвонки, аудиосообщения, видео. Сначала на сайте вы заполняете анкету и отметить, кому нужен психолог. Вам, паре или ребенку. После система поможет подобрать специалиста конкретно под ваш запрос. Затем вы оплачиваете подписку и начинаете общение. Вы можете писать психологу в мессенджере, как только вас что-то встревожило. Все специалисты – это живые люди, и они отвечают «да», немолниеносно, но зато их ответы всегда развернутые, точные и нет ощущения отписки. В то же время специалисты не напишут вам первыми. Они соблюдают ваши личные границы. То есть вы обращаетесь по запросу. Более того, историю сообщений можно всегда перечитать, еще раз отрефлексировать все, посмотреть на проблему со стороны. Согласитесь, такая терапия становится гораздо эффективнее. Иногда психолог может не подойти, и это нормально. Нужно дать себе время и найти того самого человека, с которым будет очень комфортно. В рамках сервиса психолога можно заменить на любом этапе терапии. Неважно, сколько времени прошло, несколько недель, или вы сразу поняли, что специалист вам не подошел. Просто напишите в поддержку, и персональный менеджер поможет с решением вопроса. Переходите по ссылке в описании к видео, оформляйте подписку прямо сейчас и получите скидку. Либо 500 рублей, либо 9 евро, если оплачиваете из-за рубежа. Промо-код для получения скидки, вуман, вы видите его на экране. Также для вашего удобства он будет указан в описании видео. И как мы с Радой часто говорим, вот если ты запуталась и не знаешь, с чего начать, то в жизни просто такой период потерянности. Начни с того, чтобы стать хоть чем-то профессионалом. Можешь ты согласиться с этим? У меня другая была фраза. Если растерялась по жизни, качай жопу, всегда пригодится. Да, тоже подходит. Ты вторишь в данном случае великому маэстро Карлу Лагерфельду, который сказал, что, говорит, это не правда, что красота требует жертв. Красота требует денег. Дозначено. Денег и дисциплины. Да, два рецепта. Денег и дисциплины, правда. То есть сколько в себя не вкачивай денег, процедуру колов, подтяжек и так далее. Если ты будешь жрать там сахар с утра до вечера, то ты, соответственно, результат получишь. Это же важно. Для меня это очень связано. Тело и самореализация. Нельзя это разрывать. И оно друг друга подтягивает. Когда мы работаем с телом, мы как раз-таки нарабатываем дисциплину и учимся играть в долгую. Потому что нельзя ожидать, что ты поприседала три раза в неделю и все. И вышла как бы с красивой жопой. Это надо делать из месяца в месяц. И просто сказать себе, я очищу зубы по утрам, значит, должна тренироваться несколько раз в неделю точно так же просто. Без завышенных ожиданий от себя это делать. И это приносит плоды. И это, правда, классно. Вот честно, я тренируюсь утром. Максимально рано утром. Онлайн, кстати говоря. То есть я просто ставлю штатив. И я знаю, что меня там ждет тренер. Потому что сама я этого делать не буду. Я покупаю силу воли себе через тренера. Классное выражение. Я так называю. Я так делаю всю жизнь. Я с утра встала. И первое после сна, что я делаю. У меня три раза в неделю фитнес. Я позанималась все. Дальше все самое сложное закончилось на этом. Самое сложное, самое страшное, самое нелюбимое, если хотите. Максимальное усилие воли. И дальше я уже победитель. Уже день сложился. Уже день прожить не зря. И вот с этим настроением классно продолжить. Это потрясающе. Супер рецепт. Мой еще лайфхак, что некоторые вещи можно делать в любом порядке. Вот я тебе за кадром говорила, что у меня сейчас есть тренер по готовке. Потому что я не умею готовить. И сейчас, когда появилось такое желание, мне хочется узнать еще и эту сторону жизни. И до 40 лет я ни разу в жизни не варила суп. Никогда. Мне удалось выкормить одного ребенка. Но у меня бабушка была рядышком. И там суп он периодически у нее ел. Чтоб вы меня не ругали, как так он без жидкой пищи у меня даже нет глубоких тарелок. Сейчас есть, потому что просто купила сервиз сразу. Я ни разу в жизни не варила суп. Но я делала карьеру. Я нарабатывала навыки. Я зарабатывала столько денег, чтобы я могла нанять себе столько тренеров по разным... Навыкам, сколько мне необходимо. И теперь у меня есть чудесный шеф-наставник Алена Еремина, тоже эксперт нашего канала. Она приезжает ко мне домой. Мы обсуждаем меню, что я буду говорить регулярно для себя, для любимых людей. И мы это делаем. Это можно в любом порядке. До 40 лет я училась зарабатывать, а теперь я учусь готовить. Можно наоборот. Можно до 40 лет, например, быть прекрасной домохозяйкой. Или как ты 10 лет находиться в декрете, быть супермамой. Естественно, развозить детей по секциям, заниматься с ними какими-то вещами. Контролировать или не контролировать. Просто любить, валяться с ними на кровати, заниматься собой. Ты на кучу курсов всяких разных ходила. Увлечения свои развивала. А потом Хобина пошла снова делать карьеру. И так тоже можно. Лайфхак можно, хоть как, можно в любой последовательности. А еще можно себе такую мысль взять. Рассмотрите себя как проект. Потому что, когда мы делаем какой-то проект, мы нанимаем лучших специалистов. Или, не знаю как. Например, вот мы делаем ремонт. Мы ищем хорошего сантехника. Ищем там хорошего плиточника. Материалы закупаем там лучше. А к себе так не относимся. Можно себя тоже рассмотреть как проект. Я занимаюсь телом, лицом. Не только дому красивый обои, да? Себе красивую одежду. И мало кто из женщин себя так делает. Чаще рассматривают мамы ребенка как проект. Ребенка одеть, ребенку репетиторов. Продумать, куда он пойдет учиться. А как же я? Вот рассмотрите себя как проект. Это интересно. Это потрясающий совет. В общем, можно много чего. Один из миллиардеров мне тоже его давал за кадром. Вот ты прямо вторишь этому. Запишите, пожалуйста. И попробуйте так пожить. Это другой подход. Кому-то кажется, это очень рационально. На самом деле, дети, и тогда детей вам не придется вот так из них делать проект. Они сами захотят, глядя на вас, стать проектом. У меня, например, недавно сын, ему 15 лет, сказал, найми мне репетитора по информатике. Надо мне оценку исправить. Ну, он так себе учится. Но я так порадовалась, что он сам пришел с этим запросом, с такой какой-то осознанностью. Это классно. Вы как проект, и тогда не нужно будет реализовывать ваши нереализованные мечты, планы и карьерные устремления на детях. И наконец-то надо от детей. Да, однозначно. Вот ты как мать-потерых скажи. Я не имею права советовать, а ты можешь. Конечно, надо от них отстать и начать жить свою интересную жизнь. Они рядом будут тоже жить интересную жизнь. Иногда какие-то вещи кажутся такими страшными. Я помню, когда я решила записаться на танцы. Но мне хотелось какого-то современного танца. И я нашла пару контактов, позвонила. Я даже помню, как я сказала тренеру. У меня такая дурацкая идея потанцевать. Он говорит, почему дурацкая? Приходите, все нормально. И вот я занимаюсь уже сколько? Почти три года хаосом с молодым парнем. Потом я где-то случайно выяснила только в этом году, что, наверное, я чуть ли не самый возрастной танцор хаоса на самом деле. Это очень смешно. Потому что это очень молодое направление. Оно, в принципе, в России появилось не так давно. И людей, которые танцуют хаос, их, в принципе, не так много. Ну да, это ровесники некоторых твоих детей, вообще-то. В основном, да. В основном, да. Мне было очень страшно. А сейчас для меня это просто то, что вписано в мое расписание. То, от чего я получаю тоже удовольствие. Я туда прихожу. И когда я танцую, нету ни работы, ни детей, ни ремонта, вообще ничего-ничего. Есть только я, танец, связь с телом. Я очень логический человек, у меня очень все через ум идет. И вот то, что мне не хватает, я как раз тоже даю себе и расслабление ума. Выключаешь ум. Да, и связь с телом. Это реально классно. Вот, например, фитнесом я себя заставляю заниматься. Но танцы я себе ни разу не заставляла. Я каждый раз иду с желанием. И каждый раз после танцев мне лучше, чем было до. Это всегда работает. Вот можно покупать силу воли. Тоже классная формировка. А танцы мы иногда не идем. Нам кажется, что это сложно. А это на самом деле вообще не так уж и дорого. А у тебя есть видео? По танцам, да, у меня есть. Я снимаю видосики. Пришли, пожалуйста, мы покажем. Да, посмотрите, пожалуйста. Класс. Ну и комментарии для вас открыты. Можете последними словами обругать Екатерину. Или на самом деле восхититься тем, что она делает. Не, я думаю, вам понравится. Я уверена. Слушай, давай про деньги завершим разговор. Практически все успешные люди, а тем более успешные женщины. То есть у мужчин еще бывает такой нигилизм относительно внешнего образа. Тотальное большинство успешных в карьере и финансовом плане женщин выглядит, конечно, обалденно. Вот. Что первичное, яйцо или курица? Ты говоришь, да, внешний вид стимулирует и зарядилась. Это уже более эффектно, более энергично, более результативно. Результативно девочкам нашим. Вот сейчас у них нет денег. Нужно из того, что есть, попробовать выбрать лучшее, подзаряжаться и идти в карьеру. Или можно, не знаю, холщовый мешок на себя надеть и посвятить какое-то время наработке хардскиллов, занять какие-то вменяемые позиции, а потом из излишка денег, образовавшегося, заниматься внешностью. Нет, внешностью надо заниматься всегда. Моя картина мира такова. Женщина должна, это базовая такая установка, чувствовать себя красивой. И когда женщина забивает на себя, в любых условиях, сколько бы ни было денег, неважно, что-то можно делать для себя. Если женщина забивает, то у нее просто падает энергия, и невозможно доскрестись до каких-то реально нормальных заработков, просто потому что нет энергии. Поэтому однозначно надо всегда этому уделять внимание. В той мере, в какой хотя бы есть возможность. Давайте так, просто гулять, ходить пешком могут все. А, вот я только тебя хотела спросить. И поэтому, когда вот аудитория агрессирует, думаю, да понятно, она там сидит, деньги ее испортили. Да нет, не испортили. Просто это прекрасный инструмент. Мне недавно спросили, не испортили ли меня деньги. Преод так и спросили, потому что девочка на канале как раз говорит, я боюсь, что они меня сделают жестче и так далее. Я ответила, что наоборот, они меня сделали намного счастливее. То есть, какие-то моменты решаются деньгами. Даже у меня помощница по дому я взяла. На что потратила деньги? Первое, что начала зарабатывать, это на помощницу по дому. Я не люблю убираться. И еще я не люблю заставлять своих детей убираться. И сразу ушла куча каких-то конфликтов. Просто на тему того, что дети, они свинячат, но так и есть. Потом у каждого ребенка есть свое пространство. Это тоже классно. Комнату он там засрал, носки разбросал. Мне пофиг вообще. Я стараюсь с полуприкрытыми глазами в детскую комнату заходить. Серьезно, у меня, правда, там беспорядок. У меня такой же лайфхак. В моей комнате чисто. В моей комнате нет игрушек и так далее. И это реально то, что решается деньгами, не очень большими деньгами. И однозначно и делают счастливее. Просто нужно было папе срочно сделать зубы. У меня есть деньги, это оплатить. Надо было где-то платную какую-то операцию. Есть деньги, это оплатить. Для свекрови тоже. Уколы свозить. И это базово не вызывает такой супер-гиперстресс. На самом деле, в семье. Поэтому однозначно очень многие вопросы деньги решают. Один из бизнесменов, вот я интервью смотрела, потрясающую фразу сказал. Про то, что деньги это как воздух. Когда ты сидишь и в комнате свежо, и воздуха хватает, ты просто об этом не думаешь. Это тебе неприятно, не неприятно. Это очень естественно. Ты реализуешь какие-то другие вещи, другие задачи. И просто дышишь. А если в комнате душно, и воздуха не хватает, тебе хочется или окошко открыть, или выйти вообще из этого помещения, и здесь больше не находиться. И деньги это как воздух, конечно же. Я ни в коем случае не хочу сегрегировать людей, говорить, те, у кого денег недостаточно, они какие-то плохие или неудачливые, а те, у кого много денег, они достаточно хорошие. Мы все там были. В России единицы людей имеют капитал в качестве наследства. То есть это просто исторически было уничтожено, и невозможна эта прослойка. И все мы там были, конечно же. И более того, есть такая поговорка про «не зарекайся». Это не константа. Однозначно. Стабильность – это миф. Мы это уже все поняли. Это стабильность – миф. Какое там тоже выражение, что каждые 3-5 лет в России происходит что-нибудь интересное. Так это назовем. Мы в эпоху исторических событий живем. А хотелось бы просто пожить кому-то. Но есть как есть. То есть все эти кризисы, все эти скачки валют, все эти санкции, все блокировки социальных сетей. Поэтому не бойтесь, пожалуйста. Нам всем страшно, мы отличаемся только одним. Нам тоже страшно, мы просто делаем. Насчет денег очень важно увидеть, что работать на себя выгоднее. И у кого-то, я знаю, получается, мы смотрим на этих топов раскрученных, у кого-то нет. Есть такой момент, что человек вроде решил работать на себя, получил новую профессию, но он не признался в том, что или не принял, или не понял, что теперь он предприниматель. Да. И что клиентами его никто обеспечивать не будет. И что помимо того, что он получил свою какую-то экспертизу, там, предположим, профессию астролога, ему параллельно придется получить профессию предпринимателя, которая подразумевает навык зарабатывания денег. То есть это странно, это благородно пойти учиться на психолога, это прилично. Но пойти учиться, зарабатывать деньги, это звучит даже как-то пошловато. Но на самом деле, если мы признаемся себе, вот посмотрим этой правде в глаза, что я предприниматель, мне просто надо научиться вести предпринимательскую деятельность, которая, как мы знаем, направлена на излечение прибыли. Это в определении написано, что такое бизнес, да? Поэтому этому просто надо научиться, просто для себя это рассмотреть. Я сейчас не умею зарабатывать деньги, я пойду научусь зарабатывать деньги. Снять флёр чего-то странного или чего-то страшного, чего-то непонятного. Да, или чего-то пошлого, или чего-то, знаешь, вот это вот. Это просто навык. Просто меркантильный, классно. Это просто навык, как научиться читать книги вдумчиво. А меркантильность я за. Я считаю, что каждая мать обязана быть меркантильной. Ирина Хакамада уже сегодня вспоминала, она мне в интервью сказала, я рожаю столько детей, сколько смогу содержать. Вот так, как я считаю нужным и достойным. Как у тебя с этим? Пятеро детей? Понятно, что... Когда я рожала, я так не думала, что мне это надо будет делать. Ну, может, 23 года брака, одноклассники, вы понимаете, это прекрасная история. Сейчас я согласна с тем, что об этом нужно думать. Это не значит, что ты отнимаешь браздоправление у супруга и вытесняешь его из родовой системы, да я всё сама-сама. Но мы в первом нашем интервью говорили, бывают разные периоды, мужчины тоже теряют работу, мужчины могут впадать и в депрессивные, и в сложные состояния. Такие бездеятельные, и это может длиться достаточно долго, потому что все мы живые люди. И ты, как моя, такого права не имеешь. Ну вот смотри, как мотивация, она такая, немножечко с таким налётом грусти. Конечно. Поэтому я бы для себя рассмотрела мотивацию, что просто зарабатывать деньги – это прикольно, это правда очень интересно. Для меня это отчасти как игра. Без связки с детьми. Да, отчасти как игра. Я просто что-то делаю, и мир даёт отклик. Если я делаю правильно, то мир мне отвечает деньгами. Это как обратная связь от мира. Если я делаю что-то хорошее, правильное, полезное, деньги приходят. И это просто такая игра. Ну я сейчас тебе сразу логическую ошибку укажу, потому что есть прекрасные, например, учителя в школе, кто не промышляет репетиторством по каким-то принципиальным, допустим, соображениям. У них много часов. Неистов отдаются своей профессии. Потрясающие профессионалы просто не могут заработать. Как тут с этим быть? Благороднейшая профессия. Тяжелейшая. Поклон низкий. Я не люблю рассматривать какими-то большими массами и давать диагнозы на большие массы. Все такие или все другие. То есть каждый человек для себя в единицу времени решает, как ему строить свою жизнь. Я хочу служить. Это служение. Я работаю там в госшколе, я знаю свой потолок зарплаты. Я понимаю, что в этой стране на моём веку ничего не изменится. То есть, условно говоря, я принимаю эту адекватную реальность и принимаю правила игры. Так оно сложилось. Нет смысла роптать. Оно уже так есть. Дальше я для себя решаю, что я хочу. Вот отклик в душе какой? Я, опять же, ни хорошо, ни плохо. Кто-то не хочет зарабатывать много денег. Если он при этом счастлив, это прекрасно. Я просто хочу зарабатывать много денег. Мне просто это интересно и нравится. Но я абсолютно ко всем с уважением. То есть у каждого свой путь. Но если тебе плохо, если страдаешь, если ты всё время ворчишь и недовольна, ну просто перестань это делать, значит, это не служение. Значит, найди что-то другое, перестань обманывать себя и роптать на государство. Я с тобой согласна ещё раз, девчонки. Вот это очень важный момент. Великолепные, одни из самых сложных профессий. Врачи, учителя, актёры в театре. Это служение, и это очень благородный, красивый путь. И там, конечно, люди получают отдачу. Не материальную прежде всего, а в виде благодарных учеников, спасённых жизней, благодарности. Такой растянутый в годах, в десятилетиях. Потому что есть прекрасные, например, там мои родители, они оба на встречи одноклассников ездили, и там всегда присутствовали классные руководители. То есть пока это было возможно. Много десятков лет ты встречаешься и говоришь, спасибо за ваш вклад в меня, вот у меня сейчас такая жизнь, у меня такие действия. Если этого хватает, то у меня такие внуки. Этого кому-то может хватать, и это великолепно. Но я не очень романтизирую эту историю, потому что если, например, у учителя нет мужа, который оплачивает ей вот это благородное служение, но у неё есть дети, и этим детям банально не во что одеться. То есть человек служит другим детям, а свои вот как? Ну вот для меня это такая история, если честно. С очень большим вопросом и под очень большим сомнением. Насколько ты можешь быть счастлива, когда твои дети страдают, пока ты служишь другим детям? Может, вы меня захейтите за эти рассуждения, но это мои мысли, потому что мои дети для меня первичные. Давайте порассуждать в комментариях об этом. Служение, которое не вознаграждается материальными именно благами. Что вы про это думаете? Есть ли у вас такой опыт? Насколько для такой мамы это реальному счастье? Вот это правда? По правде? Хорошо в душе от этого? Есть ли у кого нет детей? И может быть, она себя хватает и так далее? По моим ощущениям, если я родила ребёнка, я уже должна как-то соображать. Это же как серия короткометражек «Париж, я люблю тебя», где разной степени известности режиссёра, от культовых до таких андеграундных, известных только узкому кругу, снимали свои «Короткий метр». И там одна из них была, очень она меня впечатлила. Молодая женщина, она приходит и в ясли, где шестимесяцев берут, где ещё детки не умеют ходить, то есть вот они там в пелёнках, в подгузниках. Она оставляет, потому что она идёт на работу. Потом показывают её работу, она работает няней. Она оставляет своего ребёнка. Мне прямо, честно, до мурашек. Ты рассказываешь, я не могу шестимесячный ребёнок. Да, она оставляет своего шестимесячного ребёнка и идёт нянчить шестимесячного, или там, шестимесячного, неважно, чужого ребёнка. Ты просто сказала мне, это же это… Такое, наверное, бывает. Женщины в разных условиях оказываются. Конечно, конечно. Просто если мы тут говорим именно про осознанный зов души, не про никогда мы выживаем, да, в принципе, думаем, а что делать дальше, куда вообще дальше двигаться, то очевидно, что если с года в год работать в госструктуре, то ничего не изменится значимо. Так и будет. Просто нужно посмотреть правде в глаза и сказать, да, я принимаю. Или не принимаю, хочу другого и совершить соответствующие действия. Давайте порассуждаем про деньги, про ответ от мира, который мы получаем в результате нашего служения или просто выполнения качественной работы, такого глубокого профессионализма. Достаточно вам или недостаточно. Это такой интересный, очень откровенный разговор друг с другом и самой собой может получиться. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мы с Катей всё прочитаем. Катя обещала читать комментарии, даже на самые интересные поотвечать. Поэтому можете это сделать. Это правда открыто для вас. И это возможность, опять же, подумать друг об друга и вот такую в рефлексию погрузиться, совершенно необходимую, к которой мы иногда не прибегаем, в пылу просто страстей, бытовых дел. Но в своё время меня Радислав Гантапас этому научил. Мы с ним просто был период. Интервью каждые полгода писали. И всегда это было настолько ново, настолько неожиданно. Ну, есть спикеры, которые одно и то же ходят, тиражируют и повторяют. Я говорю, почему тебе так удаётся? Понятно, там читаешь, общаешься с людьми. Он говорит, нет, я минимум 10 минут в день просто думаю. Не делаю ничего, не думая о процессе. То есть я режу салат, не думаю о том, как резать салат. Я просто ничего не делаю, кроме того, что я думаю. 10 минут каждый день минимум. Ну, понятно, что это прям же думает. Это очень важно. Может быть больше. Это на самом деле то, о чём я сейчас думаю. Мне не хватает времени просто побыть с собой. Это вот история про чуть-чуть побыть с собой. Это очень развивающее. А я, знаешь, ещё по поводу учителей, вообще всей этой темы подумала, что это продолжение вот этого прошлого нашего разговора. Люди пытаются найти ответ, как правильно. Как правильно же, как же правильно поступать. Но его нету. То есть каждому человеку приходится самому искать. И надо искать не как правильно, надо искать как счастливо. А как я действительно хочу. Не как принято в социуме, не как где-то кто-то рассказал. А именно как я хочу. И сложно вот это всё убрать, то, что навешано социумом, там предками, какими-то установками. И услышать вот этот вот зов изнутри сложно. Но оно стоит того. Классная ремарка. Если я правильно поняла, у тебя дети работают на тебя некоторые. Расскажи про это. У меня старшая дочка тоже работает онлайн. Поэтому если вы думаете, что это плохое, это хорошее, потому что своим детям я бы точно плохого не посоветовала. Да, плохого не посоветовала. Она сначала работала у меня в команде, потом отдельно, тоже продюсером работает. И сейчас уже не под моим началом, сейчас уже отдельно. Ей 22 года. А сын у меня иногда привлекается, вот именно в мой большой проект, который я продюсирую, помогает там технически. И для меня это очень классный опыт. Это такое взаимодействие, через которое я воспитываю. С дочкой у меня были разные периоды. Она когда начинала, у меня даже был какой-то момент, когда я уволила на самом деле. Потому что она сейчас вспоминает, я реально, говорит, я как раздолбайка просто себя вела. Класс, что она поняла, обалденно. Да, она это поняла, почему это было. А мне кажется, это тоже было тяжело, потому что есть же еще люди в команде, а тут эта дочка начальника, и она как раздолбайка. И в общем, это было морально, опять же, без иллюзий, это было сложно. Но я для себя это рассматривала, как мой элемент воспитания. Как вообще воспитывать взрослых детей? Как их воспитывать, по сути? Только через какие-то беседы и общие интересы. И вот как раз у нас тут недавно был тоже большой запуск курса, который я продюсирую. Мы делаем курс по воспитанию детей, кстати говоря, там, где я не эксперт, где я продюсер. Я очень горжусь этим проектом. И у нас был большой поток, и люди брали обучение в рассрочке, и нам надо было проверить. И сын как раз, он там проверял вот эти оформления рассрочек. И кто-то потерялся. Я ему подошла, сказала, говорю, пройдись еще раз по всему списку, потому что там кто-то, по-моему, у нас потерялся. Это очень важно. И я пока ему это говорила, не просто сказала, типа, иди и сделай. Я ему объяснила, что мы работаем с клиентами, что в бизнесе клиент – это самое важное. Что клиенты – это те люди, которые нас кормят. Вот то, что мы едим, надеваемся – это благодаря этим людям. Они как бы вообще центр бизнеса, поэтому мы должны, чтобы они не переживали, чтобы они не волновались, чтобы они чувствовали, что мы заботимся. И вот какие-то такие свои понимания того, как я, в принципе, веду бизнес, своих ценностей. Вот я как бы ему между делом передала. И что-то у него там 100% осядет, в 15 лет что-то забудется, потом вспомнится. То есть я для себя думаю, вот это как бы я немножечко еще и повоспитывала по ходу дела. Да, я, естественно, плачу, это оплачиваемая история. То есть я им плачу зарплату. У меня первая работа у ребенка была. Это когда мы его использовали в качестве фотомодели на счетах, фотографировали для рекламной кампании. Он снимался в роликах. Мы с ним договор подписали, я ему выплатил деньги для него. Это, конечно, был вау, такой эффект. Это не я своего ребенка протолкнула. Мы по-честному проводили кастинг и застройщикам рекламировали. В итоге они не отобрали тех детей, которые пришли на кастинг. А я, когда рекламную кампанию это придумала, там была такая идея, что в шаговой доступности для ребенка-школьника все, и секции, и бассейны, и шахматная школа, и в школу он сам может ходить. И вот мы рекламировали такой жилой комплекс. Я говорю, Сенька, давай. Я надела на него рюкзак школьный, плавательные очки сюда. Он еще такой лохматый. Дома вечером поздно уже перед сном. Говорит, бери шахматную доску, какой-то там волейбольный мяч, все, что у меня было дома из антуража, поставила его на кухне напротив стенки, сфотографировала, высылаю заказчику и описываю идею рекламной кампании, что типа давайте сделаем такие счеты. Ребенок, девчонка или парень, вот сам везде все успевает в шаговой доступности. Они такие, да, классная реклама. Вот потом мы проводили кастинг, они никого не отобрали. Пишут, а можно вот этого мальчика, которого на кухне сфотографировали? Я говорю, ладно, давайте. И так он получил свою первую работу. Это был потрясающий опыт совместной работы. Это тоже было сложно, конечно. И на самом деле средняя дочка так тоже такая, типа можно мне что-нибудь тоже, там я 11 лет. Ну то есть это автоматически подтягивается. Это для меня еще тоже такой момент, я же работаю дома до сих пор. И обычно дети не видят, какую взрослую жизнь живут их родители. Вот ушла, там пришла и пришла. И они видят маму и папу обычно в каком-то таком уставшем состоянии. Кстати, тоже момент, я этого никогда не допускала, мне никогда этого не было. Осуждение, работы, и вообще там как меня там затрахала эта работа, да какой дебильный... У меня реально не было никакой дебильных начальников, если честно. И это в принципе неправильный посыл. Я считаю, что если родители жалуются на свою работу, то это неправильно. Ну это детям закладывают сразу же программу, конечно. А так они вообще-то видят, они меня видят. А кто-то думает, ну вот мама дома работает и не уделяет время, а детям... Ну мы и так не все время им уделяем время, по праву же тоже говоря. А так они реально видят, что мама работает, маме интересны, мама занята. И я все время обучаюсь на самом деле, точно так же онлайн. И тоже дети видят, что я учусь. И это гораздо больше их мотивирует самих учиться, чем если бы я им говорила, я делаю уроки, я делаю уроки. И есть связка между тем, как ты работаешь, тем, что ты учишься и какой результат ты получаешь. Да. Сложнейший вопрос про тайм-менеджмент в семье, где пять детей. Понятно, что старшая дочка отдельно живет, но четверо это все равно... Сейчас уже да. Но когда я начинала, у меня было пятеро. Было пятеро, во-первых, и четверо все равно, это очень много. Вот как строится твой день? Научи девчонок, потому что вот это такой выпуск у нас обзорный, мы пытаемся в твоем лице из первых уст получить лайфхаки, советы, как сопрягать и развивать все сферы жизни. Ну, очень много, конечно, зависит от возраста детей. Когда я начинала, когда детишки реально прям маленькие, то здесь нужно быть очень плавной, вот как вода. И быть согласной внутри, очень быстро менять свои планы. И подстраивать свои планы под ребенка. Потому что маленькие дети, они как будто специально знают, что там что-то задумывала, напланировала, они тоже все эти планы. И это нужно просто быть текучей, как вода, и успокоиться, и расслабиться. Как ты говорила, но это такие правила, просто их принять. Да, принять реально эти правила и жестко не зацикливаться, что я вот это должна сделать и все, если я этого не сделаю, как бы кранты. Самое главное не затрахивать себя тоже вот этим вот постоянным вот этим вот состоянием я опять не успела. Поэтому я такими коротенькими итерациями работала. Успела, успела, по ходу дела что-то сделала. Сколько работ в телефоне, много чего можно успеть и с детьми тоже. Это во-первых. Во-вторых, очень многие мамы играют в обслуживающий персонал по отношению к детям. Я очень давно не играю в обслуживающий персонал, и я очень многого в своей жизни просто не делаю. Я, например, я уже не знаю, сколько лет я не убираю никогда игрушки. Я считаю, самое бессмысленное, что можно вообще в своей жизни сделать, начать убирать игрушки. Либо сокращать их количество, придумывать так, чтобы ребенок, или просто пусть они валяются в каком-то месте, где им можно валяться. У меня сейчас младше по 8 лет, они во втором классе, в прошлом году были, соответственно, в первом. Они сами все время собирают портфель. Я ни разу никому не собирала портфель. Они это в состоянии сделать. Они просто более самостоятельные дети, потому что у мамы, у которой много детей... Ты не хочешь делать их дела? Да, да. Мне просто нет возможности, мне некогда. И они просто тоже принимают эти правила игры, понимают, что им же надо пойти завтра в школу. Они же понимают это. Надо, значит, для этого собрать портфельчик свой. Может быть, они что-то делают неидеально. И у меня тоже далеко не все идеально. Один из пример неидеальности в прошлом году мои девчонки пошли в первый класс двойняшки, и мы красиво оделись. Но я забыла налепить им бантики. Я просто забыла. Они пошли обе без бантиков. Хотя бантики были куплены, приготовлены. Просто забыла. Ну, ничего страшного. Они так же счастливо прожили этот день. Все так же хорошо обошлось. И мне с этим норм. Я не испытываю чувство вины от того, что у меня не все идеально я просто многого, очень многого не делаю из того, что я знаю, делают многие женщины. Подавать еду. Я никому не подаю еду вообще никогда. И более того, даже дети могут мне налить чай или порезать салат. И в большинстве семей я знаю, это вообще какая-то дикая картина мира. Какие мамы могут себе такое представить, что это их дети могут обслуживать. Например, я могу попросить, если я опаздываю, среднюю дочку помыть мне кроссовки протереть, потому что я не успеваю. И она понимает, что это не моя какая-то дурь заставить, и она правда видит, что мама не успевает. Поэтому вот так. Не могу тебя не спросить, как вписывается муж еще вот в этот график, в это расписание. Для тех, кто первый выпуск наш не посмотрел, 23 года брака разные истории были, но тем не менее вы остаетесь вместе. И вы для друга не мебель, а важные люди и партнеры. И это энергия, это время, и этому точно нужно уделять внимание. Когда? Ну, конечно, мы не так много времени проводим. Давайте честно, тоже без иллюзий. Нет такого, что мы там все время сидим и держимся за ручки. Ну, правда, нет времени, и он занятой человек, и у него много, и ремонт он сейчас тоже полностью рулит, который мы делаем. И детей реально много, поэтому общаемся, да, общаемся, разговариваем в течение дня. Такое впечатление, что я должна, типа, аниматором, немножко поработать аниматором для мужа. Я вот такие формулировки иногда слышу. Но это не так, просто мы находим какие-то моменты, или куда-то мы вместе едем, например, просто, или там кому-то надо, мы можем вместе поехать. Или просто проехаться там вместе, там, пока за рулем мы разговариваем. Или пройтись прогуляться, например, да, ходить полезно, он тоже старается ходить. Вместе, например, пройтись. Очень простые вещи. Абсолютно простые вещи, то есть ничего какого-то такого типа суперсверхъестественного мы не выдумываем. Но, например, я считаю, что ходить в кино или смотреть сериал, это не время, проведенное вместе, потому что мы не коммуницируем в этот момент. Я вообще очень редко хожу в кино, и я с детьми тоже не люблю ходить в кино по той же самой причине. Во-первых, я не люблю детские мультики, мне не особо интересно. Это, кстати, тоже из того, что я не делаю. Я могу отправить их самих там со старшими, соответственно, посмотреть. Мне не обязательно тратить на это время. Для меня это норм, потому что, опять же, я с ними в этот момент не коммуницирую, они просто смотрят в экран, а мне правда не интересно. И я не делаю то, что мне не интересно. Да, я не делаю то, что мне не интересно. Ну вот мой лайфхак был, я люблю обсуждать кино, поэтому нужно или вместе посмотреть, или посмотреть по отдельности, но потом про него поговорить. Я такая любительница. Да, если это интересно, то да. Да, обсудить. Книжки тоже можно, да, у меня муж очень такой начитанный, много чего читал, можно обсудить, это однозначно. На самом деле, я с ним много обсуждаю по работе, если честно. То есть, какие-то психологические моменты обсуждаю, моменты переговоров, финансовых вопросов, совет. То есть, в принципе, какой-то трезвый взгляд со стороны. Иногда бывает, что мне приходит сообщение, ну, отважно достаточно человека в мессенджер, я его прошу прочитать, чтобы он прочитал без моих внутренних эмоций, норм это или нет. Иногда прошу почитать свой текст. Тоже я публикую, я иногда некоторые тексты ему просто показываю, типа, это вообще норма или не норма. Это как бы тоже такая общая жизнь. Мы не живем в каких-то две отдельных полностью жизни, при том, что каждый занимается своим. Но мы все-таки живем вместе. То есть, нам интересно, кто что делает, кто что проживает. Круто. Последний вопрос сейчас будет про твою эротическую фотосессию. В 46 лет на горяченькое я его оставила, да. Скажи, пожалуйста, вот мы в этих выпусках ничего не продаем, никуда никого не агитируем и не призываем. Понятно, что контакты твоих социальных страниц будут в описании. Мы так всегда делаем, потому что наши эксперты, это люди очень яркие, очень харизматичные и часто являются ролевыми моделями для тех, кто нас смотрит. Это абсолютно нормально. Сюда девчонки приходят за самообразованием, за вдохновением, за мотивацией, за инструментами. Собственно, вы можете получить. Есть ли у тебя какой-то посыл, что ты хочешь сказать, кому ты можешь быть полезна, что девчонки могут получить на твоих страницах? То есть, это же у тебя есть вот эта потребность менторствовать, потребность делиться. Мы это уже обсуждали, что к определенному возрасту, наработав хороший опыт, из тебя правда выплескивается. Это ты делаешь, потому что не можешь не делать. Кому за тобой понаблюдать? Что они могут забрать у тебя? Я вообще сторонник, когда меня спрашивают, как найти своего учителя, я всегда говорю, что обязательно первый фильтр, я сама на этом обжигалась, идти к тому, кто близок, кого приятно слушать, кому есть искреннее внутреннее расположение. Потому что у меня был опыт, я заходила на обучение, чисто потому что это полезная тема, мне это надо изучить. Но спикер не откликается. И невозможно эту информацию, я в итоге забивала на эти обучения, невозможно ее воспринимать. Поэтому на первом шаге я бы, наверное, пригласила просто познакомиться. У меня там есть цикл, серия писем, где на самом деле коротко так же, вот как мы с тобой разговаривали, на «Не принято обсуждать рассказы о своем пути», как вообще мне удалось построить и свой бизнес, и прийти действительно к классным заработкам. Если вы думаете, что я думала, что у меня получится так, я даже близко не думала, что у меня получится так, мне просто нужны были бабки, чтобы выжить. Да, да, да. Эта история есть. Сейчас для меня это реально как сродни чуду. Я счастлива, что у меня это получилось, я реально готова этим делиться. Я считаю, что это ничего вообще космического, доступно для каждого. Поэтому можете просто посмотреть. И мне очень нравится вдохновлять женщин на то, что можно и то, и то, и то, и перестать себя запихивать в какую-то правильность, идеальность. А вдруг я не идеальная хозяйка. Я, например, вообще не идеальная хозяйка. Вы уже поняли. Ну и что? У меня не было таких амбиций быть идеальной хозяйкой никогда. Мне эта галочка не нужна. И просто я знаю, что ко мне заходят за каким-то условным говоря разрешением себе поделать что-то. И по ходу дела, если вы поймёте, что я могу быть полезной в вашем бизнесе и вас вырасти, если вы эксперт, если вы ищите клиентов, или если вы так же, как я, продюсеры, делаете запуски, вам нужно масштабировать свой проект, построить. У меня, кстати, тоже очень особенные истории по тому, как я формирую свою команду. У меня свой подход, и он тоже такой чисто женский, не бизнесовый. Я, в принципе, строю бизнес вот по-женски. Вот если вам интересно, не мужской. У меня реально очень такой женский подход во многом. Поэтому приглашаю просто познакомиться, понаблюдать, и если захочется, по взаимодействию. Супер, классно. Вот в следующем выпуске мы как раз поговорим про женский бизнес и его устройство. Чем он отличается от бизнеса мужского? А третий выпуск, как я уже сказала, у нас будет со зрительницами. Мы попробуем поработать с их запросами на самореализацию, на увеличение чека на их услуги. Хотя там есть запросы такие, что я и чтец, и жнец, на дуде, и грец, а что же выбрать? И при том, мне там, мне там нет денег. Это тоже очень частая история именно женского подхода. Вот это женский бизнес, это не бизнес, это, конечно, хобби. Там, где деньги уносятся, а не приносятся. Не пропустите наши выпуски. Ну, и напоследок вопрос про твою секси-фотосессию в 46 лет. Очень классные, эффектные фотографии покажем. Для кого и для чего ты делала? Напомню, что предыдущий вопрос как раз про мужа был, но я предполагаю, что, наверное, не для него. Реально для себя. Просто я смотрела на эти фотографии вот других женщин, и мне нравилось. И не знаю, почему я этого не делала раньше. Единственное, о чем я сейчас себя спрашиваю, это, что так ты долго тормозила? Что в этом такого? Но когда я начинала это делать, я работала со стилистом, который мне прям организовывал это все под ключ. У меня было внутри много и страхов, и сопротивления. И она нашла мне классных, на самом деле, фотографов, они работали в паре. Мне очень понравилось, что муж фотографировал, а жена мне показала встань так, встань так. И я получила от этого гораздо больше, чем хотела изначально. То есть я получила какой-то такой внутренний заряд, я посмотрела на себя, думаю, ничего себе, я вообще реально как звезда с обложки журнала. У меня на это выработалось очень много энергии, я с этой энергией заработала, на самом деле, еще больше денег, если честно. То есть я не ожидала такого эффекта. То есть когда я начала это делать, я просто думаю, я так давно хотела чего-то такого красивого, почему бы мне это не сделать? Наконец уже разрешить себе просто так, без повода, без привязки, ни дня рождения, ни Нового года, ни 8 марта, нет ничего. Я потом еще для себя такую мысль подумала, что на самом деле у каждой женщины, которая выходила замуж, у нее был этот момент звездный, когда ее красиво нарядили в платье. И это такое ощущение классное, кто проживал, но оказывается, можно не обязательно для этого замуж выходить, вообще мужик для этого не нужен. Можно просто устроить себе такой красивый день и потом любоваться своими фотками. На это столько выработалась у меня внутренней именно энергии. Честно, вот этого эффекта я вообще никак не ожидала. То есть я бы описала таким даже каким-то словом трансформация. Я на себя посмотрела по-другому. И отклик, который я получила, конечно, у меня были сомнения, что будет неодобрение. Нет, не было неодобрения. Возможно, оно есть, но просто люди достаточно культурные просто решили смолчать. И было, наоборот, очень много поддержки, очень много приятных слов. И мама с папой мне сказали, что я красивая, хотя я сомневалась, им ничего не скажут. Поэтому оказалось, что это просто какой-то праздник. Я очень всем тоже рекомендую организовывать себе такие праздники, почувствовать себя реально красивой. Я не верю, что есть женщины, которые не хотят чувствовать себя красивыми. Я тоже в это не верю. И вот такая фототерапия, это однозначно суперсовет. Вот если вы хотите этих таких вау-эмоций от себя самой, а денег условно уехать там куда-нибудь на отдых или еще что-то, то есть какие-то крупные вложения нужны. Вот это очень подъемные суммы. Более того, можно договориться с какими-то подругами, знакомыми, за какие-то отметки. Можно тоже проявить смекалку и сделать классную фотосессию. Она совершенно не обязательно должна быть эротическая. Просто сделайте. Это действительно дает вау-эффект. Проверено много раз. Я благодарна, что ты про это рассказала. Просто ты искушенный такой же человек, но даже тебя настолько это торкнуло. То есть ты-то умеешь подзаряжаться, ты-то умеешь вот эти дозы счастья и удовлетворенности получать из разного. Даже тебя. А чего-то же мы не разрешаем себе. Вот это я себе не разрешала достаточно долго. Поэтому еще такой эффект. А еще тут услышала такую интересную мысль, типа разрешить, это типа раз и решить. Вот будете долго сомневаться, там да, тянуть кота за яйца, а надо раз и решить и сделать. Просто вот в доверии. Катюша, блестящий финал. Увидимся в следующем выпуске. Поговорим про деньги, про женские деньги, про женский бизнес, про его организацию, чем он отличается от мужского и как каждый из вас может начать действовать и себе разрешить раз и решить. Спасибо. До встречи. Спасибо всем. До встречи. И жду твоего следующего наряда. Это всегда интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова